Конкурс на самое красивое окно, фестиваль саней, снежное побоище и мастер-классы фигуристов. Эти новогодние каникулы новосибирцы точно запомнят. Обещают и оформление особое, со снежным узором, и много катков, и праздничную иллюминацию, и большой салют в новогоднюю полночь. О сюрпризах праздничной программы Мария Черешнева. Вот как раз заливают главный каток на площади Ленина. В этом году он и откроется раньше, 25 декабря, и будет больше, потому что отсюда решили убрать сцену. Теперь здесь можно будет не просто кататься на коньках, но даже соревноваться и играть в хоккей. А на каникулах сюда будут приглашать известных тренеров фигурного катания, чтобы они проводили мастер-классы. Правда, расписания точного пока нет, все будет зависеть от погоды. Тех, кто на коньках кататься не умеет, приглашают в Первомайский сквер. Сейчас здесь не очень нарядно, но на каникулах каждый день будет полон событий. Это, например, и фестиваль ледяных скульптур, и снежное побоище, и даже карнавал детских санок. Я думаю, наши родители настолько любят своих детей, что у них с удовольствием оформят санки как-то интересно, детей оденут в какие-то интересные наряды. Мы действительно хотели сделать такой саник-карнавал, который вот как раз рядом с катком пройдет вдоль снежного городка Краеведческого музея, туда в Первомайский сквер зайдет, и там уже будет у них награждение. На торце Краеведческого музея вывесят большой экран. Это связано с тем, что 2016 объявлен годом кино. Так вот, все желающие новосибирцы смогут записать видеообращения для своих друзей. Их будут транслировать в новогоднюю ночь, но только самые интересные. Кстати, и губернаторская елка на этот раз пройдет на новой площадке в экспоцентре. Работать будет огромное количество площадок. Огромное количество площадок, связанных с возможностями творчества, спортивных состязаний, интеллектуальных игр, контактный зоопарк. У строителей обещают даже присутствие северного оленя, которым можно будет обняться, фотографироваться и, видимо, в Алтландию с ним отправиться. Елки во всех районах города будут зажигать в разное время. 1-е 19 декабря на площадке УДК «Приморский». 25-го откроют большой каток на площади Ленина. В этот же день жителей Затулинки приглашают на праздник к кинотеатру «Рассвет». У Дома молодежи на улице Эхи развернут целый елочный городок. Самая большая елка Держинского района появится в Березовой роще. А 31 декабря новосибирцев ждут в Центральном парке и на площади Ленина. Ну а в саму новогоднюю ночь перекроют этот участок улицы Ленина от площади и до Советской. Пешеходной она будет потому, что ровно в полночь здесь прогремит настоящий праздничный салют. А после начнется дискотека до двух часов ночи. Мария Черешнева, Максим Федосеев. Новости Новосибирск.